В рамках реализации национального проекта «Культура» продолжаются работы по строительству культурного центра в селе Ачан. О ходе строительства в интервью рассказал заместитель главы администрации по развитию жилищно-коммунального хозяйства и строительству Александр Яковлев. На сегодняшний день подрядчик приступил к работам, он выполнил уже полностью монтаж фундамента, основную часть фундамента. Сейчас на объект заводятся металлоконструкции для того, чтобы уже монтировать металлический каркас. После монтажа металлического каркаса в этом году планируется еще завести материалы на кровлю, на стены, это бетонные блоки, утеплители, естественно, с начала монтажа уже в следующем году, естественно, заведение стены и кровли. У нас был произведен на днях вынос линии электропередач, 6 кВт, которая у нас проходила по участку, поэтому в дальнейшем нам строительству ничего не мешает уже. Срок окончания работы у нас 30 ноября следующего года, планируем полностью объект задать эксплуатацию. Национальный культурный центр – это одноэтажное здание у нас, 700 квадратных метров. Согласно проекту, естественно, зал на 70 мест, потом это у нас помещение для руководящего состава, потом это функциональное помещение, библиотека, это музей. И специальные мастерские для занятия прикладным искусством коренных народов именно севера. Там шитье, резьба по дереву, будет полностью автономное у нас водоснабжение, автономное водоотведение, котельная своя будет на здании. Стоимость строительства у нас определяет порядка 102 миллионов рублей на сегодняшний день контракта. Но понимая, что у нас идет где-то в связи с событиями удержания материала, возможно, стоимость будет возрастать. Подрядчик идет согласно сроков, контроль ведется постоянно за объектом. Выезд на объект происходит еженедельно. С нашей стороны также на объекте у нас есть организация, заключенная на строительный контроль, которая сторонняя, которая тоже со своей стороны осуществляет контроль. А также у нас контроль ведется еще с государственным строительным обзором. Поэтому три структуры независимые. Мы, как заказчик, естественно, строительный контроль и гострой надзор уч realize контроль на объекте постоянно. Все стандарты строительства, чтобы соблюдались технологии. Также у нас проходит лабораторное испытание всех материалов, которые приходят. Это бетон, металлоконструкция. Естественно, есть входной контроль материалов, который проверяет соответствие сертификатов, качество. После пожара Национально-культурный центр Сил-МС с 1993 года располагается в приспособленном помещении одноквартирного деревянного дома. В здании отсутствуют помещения для хранения аппаратуры и костюмов, театральных реквизитов, нет зрительного зала и сцены для культурно-массовых и досуговых мероприятий. Строительство нового современного центра необходимо поселению. С 2007 года администрацией Амурского района решался вопрос строительства нового центра национальной культуры. В 2021 году при поддержке правительства Хабаровского края и губернатора Михаила Дегтярева строительство включено в федеральный проект «Культурная среда». Анатолий Карпов, Юрий Щетина, телеканал Амурск.